Денис Абраков 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 Поэтому это что-то было удивительное, увидеть майора с другой стороны, увидеть кумира своего детства совершенно в иных апостасях. Это потрясающе. И в этой книге что ни интервью, что ни очерк, то интересная история и портрет людей, которые действительно очень значимы для нашего края. Кому, по вашему мнению, будет интересна эта книга? Мы считаем, что целевая аудитория этого сборника достаточно широкая. Речь идет, безусловно, о думающем, образованном читателе. Надеюсь, что и подрастающему поколению, которое стремится к жизненному успеху на основе базовых морально-нравственных ценностей, это тоже будет очень интересно и поучительно, потому что здесь немало достойных примеров профессионализма, компетентности, порядочности, служению своему делу и пример тех образов, которые действительно достойны подражания. Ну, вы сказали про подрастающее поколение. Может быть, нужно было бы ввести в нашем регионе эту книгу как преподавать для преподавателей, может быть, как учебник, как в некоторой альмаматор, естественно, и во всех. Мы, в принципе, вы предвосхитили мысль, нашу мысль, когда мы готовили эту книгу, мы отдавали себе отчет, что прежде всего эта книга, здесь продажа, извлечение прибыли здесь не сама цель. Часть фонда, часть тиража мы уже передали в ведущие библиотеки Рязанского региона на безвозмездной основе. И высшие учебные заведения, часть тиража тоже нам передана нашим изданием в ведущие Рязанские вузы. И мы считаем, что действительно могла бы стать в определенном смысле, может быть, не учебником, но во всяком случае, скажем так, каким-то базовым источником для знаний об истории, культуре, искусстве и замечательных людях нашего края. Ну, было бы в любом случае интересно. Я надеюсь, искренне на это надеемся. И первые отзывы самих участников книги, литературных критиков, журналистов дают нам повод говорить о том, что издание получилось достойным, качественным, высокохудожественным. Денис, ну вот я беру книгу в руки, открываю буквально на первой же странице Борис Горбунов, наш старый приятель, товарищ, скульптор, знаменитый человек. Вообще по каким критериям отбирали, скажем так, героев книги? Прежде всего мы старались абстрагироваться от политики, от бизнеса, чтобы книга вышла максимально неангажированной. И брали в основном представителей, как бы это ни банально или пафосно звучало, творческой интеллигенции, творческой элиты, людей, креативных, инициативных, внесших заметный вклад в историю, культуру, искусство Рязанска. Как я и сказал, этим и обусловлен выбор. Конечно, выбирать было сложно, у нас за год существования рубрики, как я уже сказал, более 400 интервью появилось. Но мы отобрали 100 наиболее, на наш взгляд, значимых материалов. Но это вовсе не умаляет достоинства тех участников рубрики, которые не вошли. Мы тоже с огромным уважением относимся к тем, кто и не вошел в эту книгу. Выбор всегда... Понятно, что есть доля субъективизма, но мы именно старались выбирать именно представителей творческой элиты. То есть художников, актеров, спортсменов, писателей, подвижников. Часть людей, к сожалению, уже нет с нами, но они неотъемлемая часть истории нашего края. Все-таки интересно, как отреагировали герои на то, что о них в книге написали, обо мне в книге. Ну, это же... Я бы с ума от счастья сейчас зашла, мне кажется. Многие из них были поражены. Конечно, некоторые задавали вопросы, с чем связан этот выбор и что им... В чем подоплека, да? Да, в чем подоплека, да. Почему вы решили издать эту книгу? И некоторые даже спрашивали, а сколько стоит участие? Но мы ни с кого, естественно, не брали, ни копейки вкладывали только собственные средства и средства меценатов, поэтому... Кроме того, многие участники этих интервью, эсэй и очерку были в хорошем смысле слова потрясены, когда они увидели эту книгу. Такое высокохудожественное, добротное издание. И были действительно приятно удивлены тем форматом, тем размахом, с которым нам удалось... Я могу ее держать, в любом случае, очень приятно. Гладкое, приятное. Я думаю, такой материал добротный, это действительно увековечит имена этих людей. Это одна из наших целей, для того, чтобы действительно... Это не проект «Однодневка», а такие сборники, они рассчитаны на долгие годы. И во многом, действительно, как опора, как достойный пример для юношества, для подрастающего поколения. Потому что не только страна должна знать своих героев, но и Рязанский регион тоже должен знать своих лучших людей. Это ваш не первый проект уже. Что-то в ближайшее время планируется реализовать? Было бы не очень корректно раскрывать все карты. Но мы, естественно, думаем над новыми издательскими проектами. В прошлом мы подготовили несколько книг, посвященных анализу рынка недвижимости. Теперь проект «100 известных рязанцев». Не исключено, что у этого проекта есть продолжение. Потому что за все годы работы нашей рубрики «Нерабочная страна» появилось более 400 материалов. Возможно, это будет продолжение книги. Возможно, мы попробуем свои силы в каком-нибудь другом издательском жанре. Главное, не становиться на достигнутом и выдвигать какие-то новые инициативы, которые были бы, прежде всего, полезны рязанцам и интересны жителям нашего региона. Ну и, само собой, нужен дружный коллектив, который всегда поддержит. Безусловно, без сплоченного коллектива, без инициативных, талантливых, неординарных людей такая книга не могла бы состояться. И, безусловно, и без поддержки меценатов наших давних партнеров. Ну, Денис, спасибо. На этой позитивной ноте, я думаю, нам стоит закругляться. Спасибо большое. Очень радостно было вас увидеть в нашей студии. Надеемся, что не в последней. Спасибо. И вам огромное спасибо за приглашение. Большое спасибо. Это была программа «7 минут». В гостях у нас был Денис Абраков, главный редактор газеты «Домстрой». Мы с вами скоро увидимся. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!